Мы продолжаем нашу программу и сейчас поговорим с вами о приятном летнем развлечении. Да, я вчера, представляете, загадала желание, но не просто так, потому что я съела первый раз в этом году клубнику. Но меня подкупил продавец, он сказал, что клубника из Киргизии, но все, все уже, по-моему, знают, что да, я уроженка именно этой страны. Продолжим эту тему с гостем. Да, дело в том, что не все ягоды в этот период одинаково полезны. Об этом мы расспросим Наталью Шварцкоп, врача общей практики и диетолога. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Наталья, подскажите, пожалуйста, вот сейчас стоит ли покупать черешню и клубнику? Или все-таки стоит опасаться, что они напичканы... Нитратами. На самом деле мы никогда не узнаем достоверно, были ли ягоды напичканы и были ли обработаны. Но, как правило, производители, конечно, используют в наше время агрохимические технологии для того, чтобы ягоды были более красивые, более большие размерами. Поэтому здесь определить при покупке достаточно сложно. Поэтому нужно выждать время, когда появится уже зрелая черника или клубника или черешня. И тогда уже покупать ее в самый сезон. Но примерно когда это все-таки наступит? То есть как это определить, когда сезон наступил? Мы живем в уральском регионе, надо ориентироваться на наш сезон. Потому что именно наши ягоды, которые растут здесь у нас, в нашем регионе, они наиболее полезны. Те, которые привозные, тогда нужно ориентироваться на страну производителя. Потому что в каждой стране плюс-минус сезон будет немножко разный. Но в среднем, в любом случае, сезон начинается июль-август. Сентябрь продолжается по каким-то ягодам. Поэтому здесь, наверное, нужно ориентироваться именно на наличие большого количества ягод. То есть когда все повезли и уже достаточно долго продаются ягоды у нас на рынке. А если кто-то все-таки уже поторопился, купил и даже насладился такой ягодой с вот этими нитратами, какие последствия ждать? В зависимости от того, чем обработаны ягоды, ну, как правило, люди испытывают нечто похожее на желудочно-кишечные расстройства. Это могут быть урчания, боли в животе, послабление стула. То есть здесь спектр проявлений может быть разным. Даже температурная реакция бывает, но мы это никогда не предскажем. И для того, чтобы избежать таких процессов, лучше всего ягоду хорошо помыть обязательно. Если есть такая возможность, даже можно их полоснуть горячей прям кипяточком. Ну, без фанатизма, конечно, не замачивать, иначе компот получится. Вот. И можно даже некоторое время подержать, на 5-10 минут замочить ее в воде и подержать. Это уменьшит токсическое воздействие, если оно было на кожице. Ну, а все-таки можно как-то визуально определить, что ягода не сама озрела, а что ей помогали? Как правило, вот, скорее, наверное, это вопрос, на самом деле, к химикам, не к врачу и диетологу. Но, тем не менее, как правило, это ягоды, которые ярко блестят, которые как будто бы покрыты воском. Которые имеют такую прям, ну, видно, да, что они, однако, ровненькие. Вот. И поэтому лучше, конечно, выбирать ягоды, которые более или менее, ну, такие неказистые, скажем так. Поэтому здесь на берегу вряд ли мы определим, но признаки – это очень красивые ягоды и фрукты. Наталья, вы уже пробовали или нет в этом году ягоду? Я пока нет. Еще пока что ждете. А как врач-диетолог, скажите, пожалуйста, ну, какие ягоды наиболее неполезны для человека? Наиболее неполезны, пожалуй, ягоды, которые содержат большое количество сахаров. Например, такая популярная ягода – арбуз. Да, когда мы покупаем арбуз и не съедаем его 100-200 граммов, а съедаем все купленные, там, 5 килограмм, например, за несколько дней. Это, конечно, за счет большого количества сахаров в этом арбузе. Но при этом можно использовать его в рационе и употреблять в сезон. Но вот сказать, какая более или менее полезна, вернее, не полезна, это, наверное, индивидуально. Но я считаю, что ягоды нужно употреблять менее сладкими. И как раз-таки это, опять же, наш регион, то есть наши местные ягоды. Спасибо вам огромное. Ну что же, будем употреблять ягоды вовремя, когда они уже точно сами созреют. А с нами сегодня на связи была Наталья Шварцкоп, врач общей практики-диетолог. А мы вернемся в студию буквально через несколько минут. Субтитры сделал DimaTorzok